Анна, добрый день! Вы директор Лидского эстрадного оркестра. Этот коллектив известен не только у нас в регионе, но и в целом, я думаю, по стране. И слушатели из ближнего зарубежья тоже у вас имеются. Давайте начнем с самого начала. Какая история у Лидского эстрадного оркестра? Добрый день, Анастасия. Все верно, я директор Лидского эстрадного оркестра. История у нас уже, скажем так, длится как 23 года. В этом году мы отметили 23 года, сделали прекрасный концерт, как по мне, премьерный. История началась с небольшого коллектива. Назывался он «Дикси Лиленд». Руководителем был Дмитрий Тихон. Вообще «Дикси Лиленд» — это такой стиль джаза. И, наверное, не просто так, не случайно, потому что оркестр как раз не оркестр, а ансамбль, наверное, правильнее сказать, исполнял джазовые композиции какие-то. Играли, наверное, для души, красиво, профессионально. Ну и потом коллектив расширился и в 2001 году стал именно оркестром. А вот в 2011 году получил статус юридического лица. И вот уже с 2011 года мы называемся Государственное учреждение культуры Лидский эстрадный оркестр. А как вы попали в этот коллектив? Я попала в 2014 году. Сразу работала пианисткой по совместительству. Работала несколько лет. Потом прекрасный декретный отпуск. После отпуска как-то получилось так, что предложили стать администратором. С удовольствием согласилась. Вроде бы получалось, хоть и было местами немножечко сложновато, но, в принципе, как бы, наверное, справлялась. И в дальнейшем как-то предложили стать директором. И как-то так закрутилось, завертелось. И вот уже с 2022 года я руковожу оркестром. Но вы же абсолютно творческий человек, как я понимаю. Абсолютно. Тяжело ли творческому человеку управлять коллективом в 26 человек? Наверное, я бы сказала, мне здесь даже помогает то, что я музыкант и я руководитель такого коллектива. Потому что есть моменты, которые, наверное, только музыкант поймет такие вот нюансы исполнительские. И при этом можно соотносить организационные моменты. И в целом концерт, в принципе, организовать, провести получается. Потому что мне понятны и какие-то музыкальные тонкости. И уже на сегодняшний день я вроде бы неплохо организовываю, занимаюсь самой деятельностью наших выступлений. Вот коллективу уже 23 года. Как вам удается все это время оставлять ту любовь, которая есть у ваших слушателей? Потому что я уверена, она есть. Я была на вашем выступлении, я видела, как аудитория на вас реагирует. И это точно ни с чем не спутываешь, как только то, что это действительно народное признание. Ну, все благодаря таланту, благодаря душевному такому заряду моих музыкантов и моих прекрасных вокалистов. Только благодаря их вот этой вот внутренней такой жилки такой, да, творческой, желание творить, желание отдавать, отдаваться на сцене, да, брать зрителей, заряжать зрителей своей вот этой энергией музыкальной. Мне кажется, только благодаря их профессионализму идет настолько вот отдача и от зрителей для них. Поэтому все благодаря артистам. Вообще вот эта энергия, про которую вы сказали, между аудиторией, зрителем и музыкантом, это, я думаю, что это вообще волшебное. Но ведь не у каждого музыканта такое может быть со своим зрителем. Как это вообще происходит? Как вы вообще объясняете вот эту связь? Ну, возможно, тем, что оркестр, он звучит как одно единое, как целое, да, то есть у нас, конечно, в программах иногда присутствует соло, да, каких-нибудь инструментов, будь то гитара, будь то саксофон, не без этого, да, это даже украшает наши выступления. А вот очень многое зависит от именно вокалистов. То есть, выходя на сцену, наши вокалисты, на сегодняшний день у нас работают Наталья Марковская и Ольга Павлюкевич, они своим опытом, возможно, уже настолько себя раскрепощены, настолько себя свободно чувствуют на сцене, что каждый зритель это видит. И он просто, мне кажется, наслаждается их выступлением. Как вообще происходит выбор композиций для ваших выступлений? Ну, мы, конечно же, стараемся обсуждать выбор композиции. Вот, ну, это зависит от популярности песни, в первую очередь, да, во-вторых, конечно же, это зависит от темпров, от диапазонов, да, то есть, не каждая песня подойдет нашим исполнительницам, то есть, выбирается непосредственно на какую-то тематику, если это тематический концерт, да, то есть, мы подбираем, если это белорусский концерт, это какие-то, значит, белорусские патриотические песни, да, либо же исполнители белорусских наших заслуженных в Республике Беларусь. Вот, либо это могут быть какие-то мировые хиты, которые признаны, да, годами, конечно же, у нас в оркестре есть такие хиты, которые на любом концерте просто воспринимаются чудесно. Вот, это могут быть предложения просто обычных артистов наших музыкантов, да, то есть, какая-то песня заинтересовала, какая-то, может быть, внутреннее предположение аранжировки для нашего оркестра, да, и сразу же вкидается в общую группу в Вайбере предложение песни на рассмотрение мне, дирижеру, вокалистам, и так мы, конечно, выбираем вместе, обсуждая им репертуар. А есть ли любимые композиции у ваших зрителей? Вот на что больше всего реагирует аудитория? Чего она ждет, как вы думаете? Любимые композиции, опять же, наверное, я скажу, все зависит от формата нашего мероприятия. Будь то какой-то юбилей предприятия, да, либо же профессиональный праздник, всегда заходят песни, которые люди знают годами, которые знают, подпевают слова, да, это, может быть, песня Юрия Антонова «Мечта сбывается», да, где каждая строчка, каждое слово любой человек знает наизусть. Если же это какое-то неформальное такое, неформальное мероприятие, да, будь там, как в предыдущих годах, байкерские фестивали, да, здесь, конечно, уже заходят песни, которые драйвовые самые такие, рокерские, наверное, самая яркая – это была «Трава у дома», опять же, Юрия Иванова. Можно сказать, что в выборе композиции границ нет? Возможно, так сказать, да, конечно, просто границы всегда есть и будут, но выбираем мы всегда душой, выбираем правильно, стараемся репертуар, поэтому на каждый концерт мы несем ответственность за профессиональный львозозвучание и, конечно, за отклик. Прямо сейчас в концертном зале идет репетиция. Да. Я думаю, что у каждой музыкальной группы, у каждого музыкального коллектива, оркестра, неважно, в каком направлении они играют, есть какие-то такие традиции, возможно, на репетиции или перед выступлением, есть ли у вас такие традиции? Традиции? Традиции, наверное, более ответственнее подходить к репетиционным моментам, возможно, да, но могу сказать одно, что я вот уже заметила одну специфику такую, когда накануне концерта идет репетиция, и, ну, ничего не получается, там что-то, ноты не те, звук не тот, на концерте всегда все идеально. Если же наоборот, когда на репетиции все классно, все, на концерте могут быть вопросы. Это, скажем так, просто дело случая или какой-то закон подлости, возможно, или как вот это? Я очень надеюсь, что это такое дело случая, и надеюсь, что это все закончится и всегда, и репетиция будет соответствовать концертам, вот, поэтому как-то так. А вот этих 26 людей в коллективе, 26 музыкантов, как вы считаете, что вот их объединяет, кроме вот любви к музыке, к этому коллективу? Любой музыкант, приходя на репетицию, он хочет поделиться своим, наверное, накопивши всем каким-то стрессом, может быть, каким-то, наоборот, положительными эмоциями, да, выплеснуть. Пускай это будет репетиция, но все равно это идет отдача себя вот в музыку, в песню, просто в сам процесс репетиции. Ну, вы уже музыкант с большим стажем, можно так, наверное, сказать. А вот что вообще в вашей жизни для вас значит музыка? Она всегда была вашим спутником, или это любовь какая-то особенная с какого-то момента вашей жизни? Музыка для меня это, наверное, с самого раннего возраста просто за ручку моя подружка, потому что я помню, сколько себя с пяти, с шести лет я уже за фортепиано, я уже изучаю какой-то репертуарчик такой, да, детский. Ну, да, в музыкальную школу я пошла рано, наверное, в шесть лет, подготовительный класс. У меня была прекрасная учительница Щученко Валентина Васильевна, я же помню, вот, которая научила меня, вот, азам музыки, которая вовлекла любовь к музыке, да, дала дорогу в мир музыки, поэтому только, наверное, благодаря ей вот такая вот есть у меня мое творческое начало музыкальное. Ну, и, конечно же, это моя мама, которая всегда в меня верила, которая всегда видела меня только в музыке, возможно, она всегда восхищалась моим талантом, всегда поддерживала меня, вот. Не было ни одного концерта, чтобы моей мамы не было в зрительном зале, поэтому выступала я много по концертам, и по концертам, и по конкурсам часто ездила, поэтому, в принципе, мамусь тоже всегда была рядом. Как вообще проходит отбор в Лидский эстрадный оркестр? Я так понимаю, первое правило – это любовь к музыке? Да, конечно, ну, без любви к музыке тут по-другому никак, конечно. Ну, подбора такого у нас нету, всегда у нас есть желающие играть в оркестре, да, поэтому все дело в случае, в случае есть вакансия, либо же вакансий нет. Если вакансия есть, конечно, у нас уже есть предполагаемые, скажем так, артисты, которые мы бы хотели, чтобы нас играли, поэтому всегда есть какой-то кандидат на должность артиста, при этом мы всегда рады любому желающему нам и помочь, и выручить, и просто на концерте выступить, поэтому если же мы выбираем какого-то артиста в оркестр, мы согласовываем сначала с отделом, потом артист согласовывается с управлением культурой, и после всех согласований мы можем его официально оформить в наше учреждение. За 23 года, я думаю, было уже сотни, наверное, выступлений ваших. Ну, да, возможно, где-то больше сотни будет. Какие больше всего вам запомнились? Что больше всего оставило отпечаток в воспоминаниях? Ну, если же брать именно выступлений моих, то, наверное, это было первое мое выступление, одно из первых выступлений, когда была запланирована одна песня, а потом каким-то волшебным образом дополняется другая, и я сходу понимаю, что позади только две репетиции, я начинаю играть эту песню, которая была не запланирована, наизусть, и у меня это получилось. Это, в принципе, было очень так интересно, и я тоже запомнила это наше выступление. А если же брать выступление вообще оркестра под моим руководством, то, конечно же, запомнилось мне выступление этого года в городе Борисов. Мы организовывали прекрасный юбилей организации завода, 75 лет исполнялось, и мы выступали во Дворце культуры города Борисова на одной сцене с Аленой Иланской и с песнями. Концерт наш состоял из трех блоков. В первом блоке выступала Алена Ланская, во втором блоке выступал наш оркестр, и в третьем блоке, в завершительном, выступали песняры. И, в принципе, вот это выступление, второй наш блок, я считаю, что по праву, это было лучшее выступление оркестра вот просто за последние несколько лет. А где вы мечтаете выступить вместе с оркестром? Может быть, есть какой-то такой апогей, где вы выступите и поймете, что вот это вершина моей карьеры, того, чего всегда мечтала я и мои ребята с оркестра? Ну, возможно, это где-то на большой сцене с большим количеством поклонников, с большим количеством классных, отзывчивых зрителей, которые просто кричат, которые поддерживают мой оркестр. Ну, пускай это будет какой-нибудь Санкт-Петербург, конечно. Любой мечтает, музыкант, попасть туда, там выступить на какой-нибудь площадке большой, на открытой площадке, не обязательно это какой-то дворец, да, культура. Это может быть open-air какой-то, фестиваль, да. Ну, с удовольствием просто там бы выступили. Обязательно, обязательно все будет. Юрий, вы гитарист Лидского эстрадного оркестра. Сколько здесь вы уже работаете? Как вообще вы сюда попали? Так, я вообще с самого начала, а это начало, оно было вообще, бог знает когда, еще за советским часом, но за советским часом я не был. Это еще начиналось там с панорамы Клутовича, в 80-е, потом это все стало музыкальным центром панорамы, потом это было в музыкальном центре панорамы, я уже как бы присутствовал в последние годы лет. А потом, это вот Дмитрий Иосифович, он тут создал в школе музыкальной некий такой джаз, даже не банд, а такой вот. Ну, там играли что-то такое, диктиленды всякие, да, диктиленды. И я тогда уже был здесь. А потом, собственно говоря, от самодеятельности, вот как бы уже базовый оркестр, он, вот музыканты в основном поприходили вот с этого диктиленды, да, школы искусственной педагогии. Ну, а мы с ним друзья, и, короче говоря, и он как-то, ну, ты же как бы тут, ну, я и там, и тут, ну, уже и что, ну, давай поиграем, ну, давай поиграем. Ну, короче, с самого начала. Давно уже было. Вы же в какой-то момент играли в ансамбле Песняры, мне об этом сообщили. В ансамбле Песняры и под управлением Леонида Леонидовича Борткевича я попал в 2008-м. Ну, короче, с самого начала. А чем отличаются работы вот там, в Песнярах и здесь? Самое главное... Закончил в 2014-м, кстати. Там, как работа, чем отличается? Там большие сцены, это филармония и дворцы спорта, то есть это вот такое вот все. То есть больше выступлений просто? Сами сцены больше, сама аппаратура больше, все другое больше. Плюс эта тусовка там со всеми известными, да, там ТДТП, то есть... Ну, а лично, то есть это как бы чего-то такого страшного не дает. Но... Ну, вот мое субъективное в чем? Чем дальше от Родины, тем больше понимаешь, что ты ее просто любишь. И я понял, что я Белоруссию очень люблю, когда меня занесло там с этими гастролями в Хабаровск. Там вроде все то же самое, но Амур-река там, как в Триднепре. И вот для меня как-то там так вот сложилось потом в конце концов, что... Ну, какое-то другое ощущение. То есть вот здесь ты... Ну, тут ты просто... Вот играешь, да и все. А там ты как бы представляешь тот край, где ты родился и вырос. Да? Где ты учился, любил. Свой город, даже не город, а вот пошире так, республику. Вот я так воспринимал. Ну, это если эмоционально так вот говорить, да? То есть вас вдохновляла любовь к родине? Не то, что нет. Это потом, ты понимаешь, со временем. А так, ну, поначалу интересно, ну, там... Не, если мы там про работу спрашиваем, а есть же другие там факторы, там, посмотреть там Россию бескрайнюю. Там суть она в том, что ты, в общем-то, чем дальше от родины, тем больше понимаешь, что ты ее каким-то боком представляешь. Каким-то боком. То есть на тебя смотрят люди, которые там за тысячи километров где-то родились, выросли. Юрий, а что вообще для вас в жизни значит музыка? Я так понимаю, у вас просто колоссальный опыт. Вот музыка в целом это некая вибрация, которая может складываться как концонанс, может складываться как диссонанс, может складываться как то и другое, совместное, которое там то будоражит, то улюлюкивает, то еще как-то вот. И все это вмещает в себя, если талантливые композиторы что-то пишут, некий образ музыкальный, какой-то смысл, содержание, которое в состоянии вдохновлять массы, чуть ли не народы целые, на разные, собственно говоря, удивительные вещи. Понятно, что я когда был молодой, маленький, мне вот братан двоюродный дал гитару, я у него попросил, слушай, братан, дай мне гитару. Ну, я часик, я пришел к бабушке с этой гитарой, я сказала, бабуля, гитара у меня, смотри. Он мне показал три аккорда, да? Ну, все гитаристы знают, три аккорда. Я сыграю гордо, три аккорда. И я там стал учиться их ставить, этот ля минор, мы его первым называли, второй это был ре минор, а третий это минор. Вот. И у меня через 15 минут так болели пальцы, ужас какой-то. И я сидел там, плакал, у меня слезы текут. Очень больно пальцем. Ну, у меня какая-то такая мысль странная в голове, такая детская, что все равно не выпущу. И вот я через это вот так, 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 потом как-то вот стало получше, мозоли какие-то стали появляться, и вот не так стало болеть. И все. И я вот как в эти 11 лет свои там, да, как эту гитару взял, я даже не знаю, то ли я ее взял, то ли она меняет. И я ее как бы не выпускаю. То есть можно сказать, музыка с вами с 11 лет и по сей день. Это как бы не музыка, а скорее гитара, да. И оно, тогда было время такое вот еще каких-то романтиков, что ли. Наталья, вы солистка Литского эстрадного оркестра. Поделитесь с нами, как вы вообще сюда попали, как вы познакомились с этим коллективом? Пришла в Литский эстрадный оркестр я в 2015 году, в августе. Хотела попробовать себя с музыкальной стороны. Я вообще думала, что с музыкой не буду дальше связываться после декретного отпуска, но музыка меня все равно позвала. Я пришла еще при другом директоре у нас был. После меня перевели на ставку. С первых дней, мне кажется, я в коллектив вошла так это твердо, уверенно и понимала, что на мне большая ответственность. Что сцена, это внешний вид, это артистизм, ну и вокальные данные, конечно же. Ну и до теперешнего времени я работаю в коллективе. Мне нравится, я считаю, что я нахожусь на своем месте. У нас все такие идейные, креативные, молодые, специалисты и уже достаточно мудрые, зрелые. В коллективе работать интересно. Ну я считаю, что это мое. Вы всегда были связаны с музыкой или она появилась в какой-то определенный момент вашей жизни. В общем-то музыка с первых дней жизни меня окружала. Это мой папа, отец мой, музыкант. Я, можно сказать, с рождения моего музыка в доме всегда звучала. После чего они меня направили в музыкальную школу, где я 9 лет училась в 4-й нашей музыкальной школе. Я тоже там училась. Вот. Видите, мир тесен. Но я еще заканчивала, когда школа была музыкальная, с хоровым уклоном. Замечательные педагоги меня выпускали. После этого я поступила в наш колледж музыкальный. Только на тот момент он еще звался училищем музыкальным. Вот. Закончила училище музыкальное. Дальше поступила в Минский педагогический университет имени Максима Танка. Там тоже получила высшее образование. Вот. Однако думала, что работать не совсем с музыкой буду. Как-то меня немножечко в декретном отпуске повело в другую сторону работы, на удаленную работу. Однако вот нет. Если я считаю, что если призвание у человека есть, то все равно оно его призовет рано или поздно. И поэтому я пришла в музыку. Вы сказали про призвание. Ваше призвание быть музыкантом. Вы с детства красиво поете. У вас это даже на каком-то, наверное, генном уровне, если ваш отец музыкант. А можете ли вы сказать, что петь можно научиться каждому? Или все-таки это должно быть от рождения? Это какой-то особый дар? Это такой вопрос неоднозначный. Научиться можно, но скорее профессионалом стать может не каждый. И я считаю, петь можно и нужно всем, а вот на профессиональной сцене должны уже быть избраны те, кому действительно там место. Это мое мнение. Вот за 9 лет вашей работы в оркестре много ли было у вас поклонников, фанатов, возможно, которые... Много или мало это все относительно. Конечно, они были, есть и очень надеюсь, что и будут. Может, были какие-то случаи, когда как-то особое внимание к вам они проявляли? Особое внимание, наверное, это тогда, когда после концерта они пишут, стучатся на личные странички в социальных сетях. Вот. Конечно же, получаем признание, овации, аплодисменты. Многие подходят после концерта сразу, говорят свои благодарственные слова. Это тоже очень приятно. Вот. Может быть, хотелось бы, чтобы люди, мужчины были и смелее в этом, потому что мы, артисты, для нас очень важно получать признание, овации. Тогда мы тоже питаемся от них энергетикой и понимаем, что мы все делаем правильно, что двигаемся в правильном русле. Хорошо. А вот вы сказали... Все русло и русло, да? Вы сказали про вот эту энергию между зрителем и музыкантом. Как вы вообще считаете, это важно на концертах? Она происходит сама собой или это какое-то особое умение музыканта вовлечь аудиторию к себе? Это тоже неоднозначный такой будет ответ, потому что по-разному получается. Иногда действительно все зависит от артиста. Но ведь и артист тоже не машина, чтобы чувствовать, понимать, случится это так сейчас или не случится. Бывает так, что мы настолько у нас много концертов и наш профессионализм в общем-то тоже уже на автоматизме каком-то. И вот мы выходим и нам кажется так, тут где-то не доработало, вот сама критика срабатывает. А другие коллеги или зрители, которые сидели в зале свои, у которых мы можем спросить, они говорят, нет, все было замечательно, именно тут вот мне понравилось, я считаю, это самый лучший номер, а для меня он не самый лучший номер. Поэтому тут очень по-разному происходит, но в любом случае, чтобы не было таких казусов, просто нужно каждый свой выход делать максимально с отдачей. Тогда в общем-то ни к чему не придерешься, ни сам, ни другие. Наталья, вот вам в вашей профессии, как у Анны, в принципе, вам на сцене очень важно выглядеть эффектно. Не только красиво петь, но эффектно выглядеть, чтобы зацепить зрителя, как вы считаете, это вообще как-то взаимосвязано? Может ли артист позволить себе выглядеть как-то блекло, что ли? Не понятно? Понятно. Что кроется под этим понятием блекло? Ведь внешний образ, внешний вид, это тоже отражение песни, репертуара, внутреннего настроения, стиля, стержня. Мы не можем одинаково во всех песнях выглядеть. И мы не то чтобы не можем, мы не можем себе этого позволить даже. Мы переодеваемся на каждый номер, характер, прическа, и вот даже где-то макияж, он тоже играет свою роль, потому что мы песню должны отразить во всех ее аспектах, внешнем, внутреннем, в характере. И характер у песни по-разному отображается. Поэтому я считаю, что блекло, опять же, что для меня может быть ярко артистично, для другого может это вызывающе. Все через призму восприятия человека. Поэтому я считаю, что я на сцене выгляжу уместно, так как это нужно и положено. Может быть, другой считает по-другому. Это его мнение, и этому место может быть. Что вообще в вашей жизни значит музыка? Это ваша верная спутница, как и для любого музыканта, или просто профессия? Вообще можно ли назвать профессию музыканта профессией, или это какой-то особый статус в жизни? Это и профессия, и призвание. И вот хорошо, если бы эти два показателя, они вместе дружили и шли вместе друг с другом. Баланс между профессионализмом, самоотдачей и своим любимым делом. Для меня это и профессия, и любимое дело. Поэтому хорошо, когда работа, профессия приносит доход, но гораздо лучше, если она еще приносит удовольствие. А мне она приносит сполна. Как вы считаете, какой вклад Лидский эстрадный оркестр вносит в развитие культуры нашей страны? Одно из самых главных вкладов это, конечно же, популяризация белорусских наших песен в современной аранжировке, в аранжировке таких более наших таких джазовых где-то мотивов, потому что наш коллектив исполняет не только эстрадная песня, он исполняет еще и белорусские народные современные аранжировки, также мировые, как мы уже говорили, поэтому белорусский репертуар всегда, на каждом концерте один из первых в списке песен. Какие вы можете дать советы людям, которые мечтают связать свою жизнь с музыкой, но у них внутри есть какие-то сомнения, возможно, уже возраст какой-то, уже слишком большой или просто какая-то неуверенность в себе, что вы можете им подсказать? Я так, наверное, могу сказать, подсказать, всегда верить в себя, всегда знать, что будет лучше, всегда будут люди, найдутся, пускай на сегодняшний день их нет, но люди будут всегда рядом, которые поверят, которые помогут, не сегодня, так завтра, потому что мир не без добрых людей, как бы тяжело не было, как бы человек бы в себя не верил, творческий, не творческий, да, просто даже, будут люди, будут ситуации, будут случаи, которые помогут и раскрыться, и встать на ноги, и поэтому именно в творческом формате всегда есть профессионалы, которые помогут, подскажут, главное желание, желание становиться лучше, желание творить, и просто развиваться, и профессионально, и творчески. И последний вопрос лично для вас, кто за всю вашу творческую жизнь был главным вдохновителем, на кого вы равняетесь? Я? Ну, если брать меня, то, конечно же, на мою маму. Это человек с большой буквы, который, опять же, подарил мне жизнь, подарил мне, завел меня в первый класс музыкальной школы подготовительной, был всегда рядом, который в меня верил, поддерживал, и когда я, может быть, себя не верила, мама всегда говорила, что ты справишься, ты сильная, и, в принципе, эти слова меня подстегивали, и, конечно же, я старалась стремиться лучше. Всегда, когда, на примере человек успешный, ты... Кто это сделал? Это нашу сторож? Скакнуло. Всегда, когда человек успешный, стремишься быть тоже похожим, лучше, а когда это твоя мама, и она тоже не последний человек в городе, да, в городе Петрикове, всегда хочется, мне всегда хотелось быть на нее похожей, быть такой же доброй, быть такой же красивой и талантливой. Спасибо вам большое. Спасибо. Жарко. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова